Вот мы и приехали на конечную станцию парк водопадов Менделиха. Как мы сюда добирались, что видели, что нам понравилось, можем посмотреть в предыдущей серии. Очень долгий подъем, свежий воздух, от этого у любого разыграется аппетит. Здесь есть кафе, но цены раз в 5 дороже, чем в обычных местах, и раза два дороже, чем на курорте Красная Поляна. Мы перекусили и решили отправиться сначала по большой и средней тропе, а уж затем пройти, если останутся силы, по малой. Большое кольцо имеет протяженность 3000 метров, средняя 1500, малая 800, но времени на него надо минут 50. Что ж, вперед отправляемся. Первым нам на пути попадается водопад Чара и водопад Червонный. К ним надо спускаться, почти все эти указаны 130 метров. Не просто дается этот спуск, но вы вознаграждаетесь отличными снимками, селфи и видео. Наслаждайтесь! Здесь много народу, можно просто с площадки полюбоваться, ну и конечно можно подойти максимально близко к водопаду. Название Чара, очень даже простое, водопад падая вниз образовал подобие чаши. На древнерусском Чарка, Чара. Все мы знаем выражение Чарка водки, вот такая есть версия. Название Червонный появилось после того, как люди стали здесь находить царские червонцы, просыпанные из одного из ящиков казны Кубанской Рады. Тропа местами идет вдоль реки, есть площадки для отдыха, можете перекусить, насладиться горным воздухом и посмотреть на окружающий мир. Вот и мост Конный Брод. Отсюда начинается тропа уже на Большое Кольцо, но вы можете повернуть обратно, так как прошли средние, но все идут упорно дальше. На тропе вы видите указатели, все кажется близко, но слишком уж рельеф тропы крут и дается не совсем легко. Заметим, что тропа простая, специальной обуви не потребуется. Понятно, что в шлепках будет неудобно, но тем не менее и в шлепках ее покоряют. Водопад Мишкин Грод открывает тропу на Большое Кольцо, он небольшой каскадный. А вот и водопад Айя, впечатляет. К нему также надо спускаться, там есть смотровая площадка, вполне себе удобная. Название переводится как «Лунный свет», назван в честь жены Менделя. Выстал водопад 14 метров, впечатляет своими размерами и потоком воды. Тропа широкая, удобная и людей к середине дня здесь было уже очень много. Никакого тут единения с природой не получишь. Кругом – людской шум и толкотня. Подходим к водопаду «Снежное русло». Смотрите, вот любитель съемок водопада, все как положено. Установлен штатив и снимает со звуком. Потом выложит YouTube под какой-нибудь текст медитации. Просто молодец. В конечной точке маршрута вас ждет небольшое кафе и хорошая смотровая площадка. Что ж, любуйтесь с золотым водопадом. Вот он какого. Высота его составляет 77 метров. Это самый высокий водопад не только на Рогахутор, но и во всем Большом Сочи. Название реки Менделиха и одноименного парка связывается с семьей Менделя, которая жила здесь в конце 19 века. Глава семьи Борис Петрович Менделя и его жена и пятеро их детей поселились в ручище Аигба в 1872 году и были трудолюбивой и уважаемой семьей. Именно водопады стали местом гибели 78-летнего Бориса Петровича. С тех пор эта земля опустела, но память о семье Менделя хранится в названии этих мест. В парке об этом рассказывают информационные стенды, поэтому я подробно остановиться на этом не буду. Сами почитайте. Возвращаемся и вперед на Малое кольцо. Хоть оно и малое, да непростое. Там главная достопримечательность – водопад Менделя. Водопад в 109 метров назван в честь Бориса Петровича Менделя, чья жизнь трагически оборвалась вблизь этого места. Случайно увидев у нижнего водопада червонный отряд людей, вытаскивающих из воды рассыпавшиеся червонцы, Мендель в испуге бросился бежать вверх по горному склону. Один из офицеров отряда опустился вслед за ним. Как он сам объяснил позднее, ему пришлось стрелять у бегавшего старика из-за опасения, что тот может рассказать об увиденном и на отряд нападут местные разбойники. Тропа то вверх, то вниз, множество ступенек. После Большого кольца не совсем уж и легко. Возвращаемся на станцию Роза Пик. Здесь мы решили еще прогуляться по тропам. Как я и говорил, отсюда вниз можно спуститься по тропе Чемпионов, а также дойти и до водопада. Есть тропа, идущая к хребту АИБА. К каменному столбу, высота которого 2509 метров. Это самая высочайшая точка в этом месте. Для любителей самых острых ощущений есть подвесной мост. Можно по нему пробежаться или пройти пешком. Протяженность его 70 метров и 35 метров над уровнем земли. Предлагается прокатить сверху на лошадях, народ здесь гуляет очень много. Всех гостей сразу же около входа встречает молодой человек и приглашает сделать бесплатное фото. Услышав бесплатное, напрягаешься. На курортах нет бесплатного ничего. А нет. Встали в очередь, сфоткались несколько раз и пошли получать. Получили бесплатную фотку. Чуть больше спичечного коробка. Но при этом могли сделать все сувениры, магнитики или там еще что-то. Но это уже за деньги. Нам хватило одного бесплатного фото. Дома мы сами налепили его на магнитик и теперь, как у всех, он несет на холодильнике. Отсюда открывается прекрасное видо на город. Особенно мне понравились вершины, которые закрыты облаками. Можно встретить пасущихся коз, их пастухов собак, которые дружелюбные не лают, ведут себя тихо и спокойно. Здесь броят и коровы. Можно сделать отличное фото, представив, что вы стоите на краю обрыва. Внизу видно олимпийскую деревню. Можно взобраться на холм и оттуда осматривать окрестности. Вот такая прекрасная прогулка у нас получилась. Впечатлений масса устали, надо признаться. Обратно возвращались довольны и понимали, что можно еще сюда возвращаться. Есть еще куда сходить и что посмотреть. За один день все не обойти. Так что до новых встреч, Роза Хутор. Мы еще вернемся.